здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодняшнее видео я решила записать по просьбе моей коллеги блогера дианы с канала я все вам расскажу она прислала мне видео где путин говорит о своей личной жизни и она ну я так понимаю что увидела здесь благодаря своему женскому чутью и благодаря своему жизненному опыту увиделась что в этом видео есть что разобрать и забегая немного вперед я должна отметить что действительно дианочка ты очень правильно все увидела но давайте посмотрим что же увидела диана я сейчас вам включу прям целое это видео которое пришло мне от дианы единственное что сразу прошу прощения видео не очень хорошего качества но к сожалению я не нашла лучше но ничего страшного мы можем потому как путин там объясняет как он двигается поэтому всему мы можем понять где там что зарыто в общем то пока я включу сейчас полный фрагмент видео которое мне прислала диана и вы можете в комментариях пока писать то что вы видите а дальше мы тогда приступим к разбору я вам покажу то что увидела я вот так поиграем в такую игру давайте я включаю первый фрагмент это вот как раз и целое видео о котором идет речь сначала небольшая заставочка как вы видите тут автор написал вот мы владимир владимирович я хочу вас про слухи спросить вы за время своего президентства неоднократно сталкивались разными слухами и утками как по стране так и о вас лично и вот здесь в италии я посмотрела итальянские газеты с удивлением обнаружил насколько популярна здесь тема вашей предстоящей свадьбы с алиной кабаева я хочу вас спросить вот как вы к этому лично относитесь и еще извините за конечно очень деликатный вопрос правда ли вы что вы развились со своей женой правда что ваша дочка вышла замуж и живет в мюнхене но это еще не стоит я еще хочу вас правда ли что вы приняли решение поехать к господину берлускони на сардинию еще до подведения официальных результатов парламентских выборов в италии мы обсуждали вопросы международной политики экономики теперь первая часть вашего вопроса первое что я хочу сказать в том что вы сказали нет ни одного слова правды второе вы упомянули упомянули статью в одной из наших бульварных газет где действительно упоминается и олимпийская наша чемпионка по художественной гимнастике алина кабаева и упоминается по моему катя андреева ваша коллега которая работает на первом канале российского телевидения в других публикациях подобного рода упоминаются и другие успешные красивые молодые женщины и девушки и думаю что не будет неожиданным если я скажу что они все мне нравятся так же как и все российские женщины думаю никому не будет обидно если я скажу что я лично считаю что наши российские женщины самые талантливые и самые красивые если кто и может составить конкуренцию то это может быть только итальянки третий и мне конечно известно избитая фраза и штамп что политики живут в стеклянном доме и общество конечно вправе знать как живут люди которые занимаются публичной деятельностью но и в этом случае существуют все таки какие-то ограничения существует частная жизнь вмешиваться в которые никому не позволили я всегда отрицательно относился к тем кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь если кому-то хочется все и с отсутствием интересных тем покопаться в личной жизни российских политиков ради бога но и здесь мне кажется нужно соблюдать определенные приличия спасибо граци да вот такой фрагмент не прислала диана и в общем то вы можете сейчас поставить мое видео на паузу и написать в комментарии вообще что вы здесь увидели а я сейчас уже я думаю что вы написали и включили опять видео давайте теперь я разберу сделаю свой анализ ну давайте я уже здесь порезала и сделала определенные выноски этого видео давайте смотреть и вот здесь в италии я посмотрел итальянские газеты с удивлением обнаружил насколько популярны системы вашей предстоящей свадьбы с алиной кабаевой а вот посмотрите сразу что мы видим он уже понял о чем идет вопрос да и вот этот жест жест нетерпения трогает место с часами вообще если в разговоре с вами человек начинает притрагиваться к этому месту а как мы знаем путин как раз часы носит на правой руке поэтому здесь все обоснованно то есть он хочет быстрее эту тему закрыть почему потому что эта тема для него болезненно да безусловно мы можем допустить что эта тема болезненно потому что он просто не хочет раскрывать имени своей супру той женщины с которой он проживает или как там у них происходит да то есть он не хочет чтобы кто-то влезал в его личную жизнь и поэтому он пытается сейчас просто закрыть эту тему да и бы старается быстрее выйти из коммуникации и трогает это место с часами но вы знаете что меня очень сильно насторожило это кивок кивок можно трактовать двумя способами первое а вот кивок здесь был и на вопросе о том что он развелся со своей но тогдашней женой официальной до людмилой путиной там он тоже кивнул и но я в общем то могла бы допустить что этот кивок как знаете часто человек кивает когда этапы вот вопросы были задавались этапами да и он как бы подытоживал этот этап то есть все этот вопрос я понял идем к следующему да то есть вот этот кивок можно было бы трактовать именно так но тогда получается что не на все вопросы не по всем этапам вот эти кивки были произведены а именно вот на этих двух вопросах по поводу женить бы скобаевой и по поводу развода с путь с людмилой путиной вот было два кивка это первое второе но давайте смотреть все таки если внимательно присмотреться а я думаю что это не игра теней но здесь идет еще и поджимание подбородка вот кивок и поджимание подбородка поджимание подбородка мы все знаем что это сокрытие хотя бы части информации то есть я вам что-то скажу но полной откровенности от меня не ждите то есть мы видим что здесь владимир владимирович сильно напрягся и вот этот вот рефлекторный кивок на ну именно на этой фразе действительно ну думаю что это такой сигнал того что тело немножко вышло из под контроля и вот этот кивок получился дальше он стал себя хорошо контролировать но вот здесь конечно же этим кивком он многое нам поведал вот смотрите сейчас замедленная съемка вот он стоит вот посмотрите не знаю как вам вот напишите в комментариях видите ли вы что он здесь поджал подбородок но вообще в принципе когда человек выставляет лоб да это уже сигнал того что человек будет стоять на своем да он будет упрямо отстаивать свою позицию прав не прав но я буду все равно отстаивать свою позицию то есть лоб это ну вот я буду стоять саботировать даже но я не скажу того что я знаю да и вот здесь очень уместно поджимание подбородка может быть конечно это но вот видео не очень качественное к сожалению здесь но как бы отчасти это уже мои домыслы да вот по поводу подбородка но по поводу того что выставил лоб и идет кивок вот это вот конечно же это сигнал я хочу спросить вот как вы к этому лично относитесь еще земли за конечно очень деликатный вопрос видите здесь интересно вот когда она продолжает задавать вопрос и он понимает что дальше вопросы будут еще более сложные да еще более неприятные для него он держится за трибуну это еще сигнал стресса и переступает с ноги на ногу он как бы отступает ну то есть информация ему не нравится ему не нравятся эти вопросы вот видите сейчас замедленная съемка чтобы вы посмотрели при этом лоб выставил до от страны потом собрался видите еще один кивок как раз на том что развелся со своей женой было два кивка на тех фразах на которых ну вот как бы да безусловно вот как я уже сказала это могли быть но он как бы для себя отмечал этапы вопроса на который но как бы он понял до вопрос и кивнул да я вас понял я сейчас буду отвечать но тогда вот на следующий тогда вопрос почему нет кивка у вашей дочкой вы что замуж и живет на эту еще не стою еще хочу вас праздновать видите нетерпеливо переступает опять хватается руками за трибуну опять выставляет лоб я думаю что там еще при зрении убрать анкоров а рунда мандосу на 3 это гуляться вот сейчас так сейчас я крупно по моему еще сделала мы сейчас посмотрим видите да замедленная съемка но берлускони конечно подыгрывает хорошо видите вот здесь вот идет улыбка односторонняя улыбка это как раз и есть презрение с выставленным лбом то есть ему совершенно не нравится этот вопрос и вот то что берлускони как бы расстрелял вот эту журналистку очень сильно вписывается вообще в то как в данный момент путин относится к этому вопросу да ему этот вопрос очень не понравился но вот эти два кивка меня насторожили а дальше в самом ответе очень интересно прозвучали такие штуки которые действительно надо нам с вами обсудить давайте смотрим дальше теперь первая часть вашего вопроса первое что хочу сказать в том что вы сказали нет ни одного слова правды и давайте посмотрим как он это произнес во первых когда человек говорит с выставлены лбом то это говорит о том что он просто стоит на своей позиции да вот выставляет лоб и выключает все иллюстраторы нет никакой легкости нет никакой вот дальше пойдет легче он легче начнет говорить а вот здесь вот знаете вот такое напряжение напряжение максимально которое у него вообще в выступлении вот в данном фрагменте было то есть вот в этом месте самое большое напряжение да я допускаю что он хотел как бы осадить до осадить журналистку он хотел сказать ей что это неправда да даже если бы он в данном случае был прав да и журналистка задала бы такой вопрос который ну на который он знает что она не права и он бы мог здесь напрячься но здесь были бы иллюстраторы бы было бы легче он легче бы говорил а здесь понятно вот по этому напряжению мы можем понять что этот вопрос для него очень болезненный и он старается от него побыстрее уйти поэтому он сжался высказал вот это без эмоций практически без эмоций вот кроме вернее как с эмоциями но без иллюстраторов без легкости без вот этого посыла то есть мы всегда иллюстрируем свою речь какими-то жестами либо не иллюстрируем вообще но дальше вот вы посмотрите как он эмоционально расслабился а здесь вот прям большое эмоциональное напряжение причем смотрите нет иллюстраторов идет напряжение в губах отвращение и даже злость то есть вот давайте наблюдать в замедленной съемки как он это говорит да он как будто борется да он вот вот это вот переступание как человек который на ринге который хочет нанести удар да вот смотрите отвращение 2 бах злость губы эти брови свелись вместе то есть вот здесь она его очень сильно задело да вы упомянули теперь смотрите прикусывает губы и облизывает губы упомянули статью в одной из наших бульварных газет где действительно дискредитирует источник но это в общем то могло быть и ну как человек даже если правда он тоже как бы упоминая что ну не совсем хороший источник да вот из которого вы черпаете информацию в общем то здесь 50 на 50 можно трактовать да здесь он отчасти правда на но смотрите вот упоминается олимпийская наша чемпионка по художественной гимнастике и смотрите здесь вот когда он упоминает именно алину кабаеву он смотрит вниз когда он упоминает других кого там ему приписывают он уже взгляд его в разные стороны что такое взгляд вниз это взгляд туда где мы ну вот к более близким для нас и с вещам к тем вещам или к тем людям которым мы можем прикоснуться которых мы знаем хорошо которые в близком кругу нашего общения и а при этом идет такое знаете напряжение на алине кабаевой идет напряжение дальше идет чем дальше тем проще он говорит тем легче тем больше там и иллюстраторы пойдут там пойдут и эмоциональные какие-то сигналы того что он росла расслабляется все больше чем дальше он уводит от этой темы тем ему говорить легче а вот в этой теме и при разговоре про алину кабаеву самое большое напряжение давайте смотреть дальше алина кабаева и упоминается по моему катя андреева ваша коллега которая работает на первом канале российского телевидения в других публикациях подобного рода упоминается и другие успешные красивые молодые же все больше расширяется телом да вот тело становится легче и вообще речь речь выходит легче лично девушки и думаю что не будет неожиданным если я скажу что они все мне нравятся так же как и в серый а вот здесь я ему не верю потому что при том что он сказал они они все мне нравятся локтями он причем обоими локтями а он оттолкнул нет неправда не нравятся они российские женщины думаю никому не будет обидно если я скажу что я лично считаю что наши российские женщины самые талантливые и самые красивые если кто и может там составить конкуренцию это может быть только итальян очень удачная шутка тоже понимаете вот он увел с опасного места и уже пошел шутить уже пошел расслабленно уже пошел контакт не не злость а именно контакт то есть он получил обратную связь он ну то есть чем дальше от темы тем больше расслабленности 3 и мне конечно известно избитая фраза и штамп что политики живут в стеклянном доме и общество конечно вправе знать как живут люди которые занимаются публичной деятельностью но и в этом случае существуют такие какие-то ограничения существует частная жизнь вмешиваться в которую смотрите сколько иллюстраторов пошло сколько вообще поддержки эмоциональной то есть вот вот он все ушел с минного поля и здесь он слава он на своей территории теперь уже да теперь уже он расправил крылья и может нормально эмоционировать кому не позволен я всегда отрицательно относился к тем кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь если кому-то хочется все с отсутствием интересных тем покопаться в личной жизни российских политиков ради бога но и здесь мне кажется нужно соблюдать определенные приличия но вот что поведал нам наш дорогой президент в общем то из его поведение я делаю выводы что нет дыма без огня вот так я бы обозначила вот это видео спасибо большое дианочка за наводку такую интересную да и на будущее если что присылай мне пожалуйста видео я с удовольствием буду их разбирать всем удачи добра благополучия всего самого хорошего не забывайте подписываться на мой канал у нас всегда много интересного желаю вам хорошего остатка дня пока пока